Приветствую вас, Светлана. Вы, вы несколько сумбурно, так, описали свой вопрос, свою проблему. Вот, у меня, по крайней мере, возникло ощущение, что вы больше сами с собой говорите, нежели обращаетесь к нам. Вот, потому что, ну, если брать, например, ваш центральный вопрос, который звучит, как вернуть вкус к жизни, то, на мой взгляд, вы мыслите здесь как-то слишком глобально, что ли. Потому что, вкус жизни, это, по сути, просто слова, это просто фраза. За ней, по большому счету, ничего не стоит, кроме идеализации некоторой, кроме некоторой, эээ, абстракции, некоторого отдаления, эээ, от, реальности. И, в общем-то, мне думается, что проблема, она, совсем не в этом. И так, я работала в клубной сфере танцовщицы. Ну, замечательно, если вам это нравилось, если вам это нравится, замечательно. Потом я попала в церковь, и моя жизнь сильно изменилась. Ну, вот, эээ, вы пишите, попала в церковь? Что это значит? Попала в церковь. Вы туда пришли сами? Или как? То есть, ну, вы же понимаете, что несколько странно звучит фраза попала в церковь. Моя жизнь сильно изменилась, начались трудности или трудности, и я ушла за свою работу. То есть, я правильно понимаю, что, у вас, эээ, начались, начались, эээ, религиозные конфликты, то есть, конфликты веры. Здесь. Какие трудности начались? Эээ, начинал встречаться с парнем. Он меня обеспечивал, но я от этого была несчастна только. Ну, здесь, я бы сказал, эээ, тоже, не совсем, эээ, понятная история, что, значит, вы начали встречаться с парнем. Что-то есть. Он вам понравился, вы его, там, там, полюбили, например, 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 или что. Что вы понимаете, бот, эээ, начала встречаться с парнем. Он вас обеспечивал, говорите вы. Опять же. А, почему он вас обеспечивал? Почему мы позволяли ему, эээ, себя обеспечивать, если вот это, эээ, как вы говорите, эээ, делал несчастное, несчастное. Вот. То есть, ну, мне кажется, это, эээ, в некоторой степени, странно. То есть, вы здесь, как-будто, эээ, вот, эээ, в своих трудностях, эээ, убежаете, да, и не понимаете, эээ, в каком, ну, в каком направлении вам двигаться дальше. Вот. Такое у меня все чувство здесь возникает. Потому что, я могу понять, я могу понять, что, что-то вас делают несчастное. Я могу это понять, довольно легко могу понять. Но, раз здесь такой, своего рода, конфликт, получается, что, вы, вроде бы, чувствуете себя, эээ, вы чувствуете себя в этом нехорошо, но, эээ, что-то сделать, для того, чтобы, эээ, ситуацию изменить, ну, вот, здесь есть, проблема. Так, то есть, тут вот есть, слово. Дальше. Значит, люблю, независимость и самореализацию. Ну, если независимость, это определенное состояние, и, здесь, в принципе, я вас понимаю, что вы говорите про независимость, именно в контексте, своего состояния. надпись, независимое состояние, это понятно. То, извините, дальше вы говорите, что я люблю самореализацию, и вот здесь вот, вот такой вопрос. а, как, можно, любить, самореализацию, если это, эээ, уже не в состоянии, а это процесс, самореализация, эээ, чувствуется, и, ощущается, не, не как, самореализация, она ощущается, как то, что, человек, эээ, занимается, какой-то деятельностью, и она, эта деятельность, приносит, эээ, ему, определенное, удовлетворение, эмоциональное, в том числе. то есть, вот здесь, эээ, как то, про, самореализацию, мне, мне кажется, вы, эээ, ну, несколько, не в ту степень, не в ту, мне кажется, а, в сторону, немножечко, ушли. потому что, любить самореализацию, ну, нельзя, именно, любить ее нельзя, но, это, немножко другое, это процесс. Приехал в другой город, уже очень долго ищу, новое дело, новую работу, перепробовал, очень много спер, прочитал много книг, но ничего меня не дожигало. ну, вообще, эээ, надо бы понимать, как именно вы все это делали, то есть, перепробовали кучу сверх, работ, и, что вы вкладываете в, эээ, понятие, зажигало. То есть, тут вот мне, эээ, при всем, уважении, к вам, а, мне здесь, видится, эээ, возможно, некая, реали, эээ, некая идеализация, эээ, эээ, вот, вот этого состояния, вот, некая, некая идеализированность, этого, этого состояния. Вот. Потому что, ээ, не любая работа, Должна зажигать, и не любая работа может зажигать. Любая работа зажигает сразу. Никакая работа не зажигает, если сравнивать её с тем, что вы, например, делали до этого. Вот. Так что, ну, практически, никакая. Самое что? Ну, сравнение, да, сравнение всегда будут проигрывать. То есть, если будет сравнение, то сравнение всегда будут проигрывать. Сравнение всегда будут проигрывать. Определённую, определённую работу. Вот. Дальше. Значит, вкус, жизнь не пробовал. Я так любил работать в клубе, танцевать, общаться. Сейчас не могу вернуться. Нужно играть алкоголь. Я короче себя за это. А что в этом плохого? Ночный газ, алкоголь. Что в этом плохого, если вы делали, делали это всё по желанию своему? Что в этом плохого? Понимаете, вот мне, то, что я вижу пока, радость, что вы в определённой степени работали, занимались тем, что вам нравилось, тем, что вам нравилось, что вы занимались. Вот. Вот. Но. Всегда было определённое чувство стыда. Вот. Своё занятие. Всегда было определённое чувство стыда. И вы это чувство стыда смогли реализовать в церкви. За что себя сейчас винить? Вот. Вот. Вот мне это видится лично именно так. Ну. Понимаете, стыд, если здесь про стыд, может быть про чувство вины. Стыд не имеет ничего общего с реализацией, я бы сказал. Стыд не имеет ничего общего с реализацией, потому что человек может испытывать стыд, только потому, что ему, только потому, что ему нравится то, что он делал. К примеру. Вот. Знаете, какая штука. То есть, я хочу вам сказать вот примерно это. Пока это выглядит так. Потому что, если бы вы, допустим, принимали, принимали бы себе то, что, вот, ну, что, чем, например, вы занимались, а в этом нет ничего плохого, что вы бы всегда не корили, вы бы всегда не корили за то, что делать. Я бы просто понимала, что, ну, вот, да, вот я этим занимался. На тот момент мне казалось это круто, на тот момент мне казалось это здорово, на тот момент мне это нравилось. Ну и все. В принципе. Больше-то не надо, не надо ничего. Вот. Вы себе, ну, вы себя корите. Вот. Вы себя корите, значит, есть внутренний конфликт. Раз есть внутренний конфликт, значит, пока он существует, пока он наличествует у вас, вы не сможете двигаться дальше. Вот. Потому что конфликт у вас будет снова и снова возвращаться в это состояние, снова и снова мотивировать вас, обращаться в прошлое. Вот. То есть, совершенно очевидно, совершенно точно и понятно, что определенные этапы, именно определенные этапы в жизни человека могут подойти к концу. Да. Человеку может надоесть работать в той или иной сфере. Вот я, например, могу надоесть, например, работать танцовщицей в ночном клубе. Просто надоесть не могу. Так вот вы поняли, ну все, вот не хочу больше. Ну, очевидно, что произошло не так. Очевидно, что произошло совсем по-другому. Очевидно, что случилось так, что вы начали себя корить и винить за то, что случилось. Ну, мне кажется, что это несколько не в том направлении движения от слова «совсем». Понимаете? Потому что это не про завершение. чего-либо. Вот. Это не завершение чего-либо. Это не означает, что вам, там, я не знаю, надоело заниматься тем, что вы хотите и прочее, прочее, прочее. Это означает только, что вы стали себя за это винить. Вот. Понимаете? Ну, это, это совсем, ну, совсем, не то же самое. Это совершенно разные вещи. Поэтому это очень важно, очень важно это понимать. Я сейчас совершенно не пью и ночью сплю, а что толку, не чувствую себя хорошо. Ну, это надо не исследовать, что именно, о чем именно вы себя нехорошо чувствуете. То есть, одно дело, если вы, если вы, к примеру, что-то получали от этой работы, да, если вы, ну, для себя что-то получали от этой работы. Это одно дело. И, совсем другое дело, если вы, эм, действительно чувствуете себя, ну, на своем месте, к примеру. Вот. Это, совершенно реально, совершенно реально. Вот. Т.е. одно с, эм, другим, на мой, на мой взгляд, эм, смешивать, ни в коем случае, эм, нельзя. Дальше. Раньше много путешествовалось, сейчас даже, эм, страх самолета есть из-за сильной турбулентности, которая случилась в прошлом. Ну, опять же, опять же, эм, есть некоторые тонкие ситуации. Да, есть некоторые тонкие ситуации. Эм, какие тонкие, 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 тонкие. Ну, например, эм, вас эта история с, эм, турбулентностью, она могла, ну, как-то вот, эм, ну, ну, травмировать. Вот. И, эм, травмировала она вас, например, эм, потому что вы и находились эм, в таком вот состоянии, да, ну, там, уязвимом, грубо говоря. Вот. Так эм, тонкость, как раз, вся в том, чтобы понять, что произошло. Ну, например, например, вполне может быть, вполне, вполне, такое может быть, что вы себя так, эм, защищаете от того, чтобы не де, не делать, эм, то, на что вы себя, себя, эм, сейчас, может, можете корить. Например. Вот. То есть, это, опять же, такая история. То есть, тут, эм, ну, могут быть, эм, свои основания, что происходит. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, здесь, эм, нужно, нужно разобраться. На мой взгляд, нужно здесь разобраться, что происходит. Как вернуть вкус жизни, об этом сказал. Возможно, стоит вернуться в клуб, и все пойдет в своем форме. Я, когда вышла, отказала себе, что я способен на большее, чем работать в клубе. Да, я способен это брать, но ничего меня не высекает. Слушайте, ну, эм, знаете, здесь, эм, на мой взгляд, эм, такая, своего рода, эм, игра получается. Потому что, эм, понимаете, вы, с одной, с одной стороны, с одной стороны, вы, эм, говорите, что, ну, вот, я способен, я способен на большее. Да? С одной стороны. Ну, с одной стороны, вроде бы, да, это, вроде бы, ну, действительно так. Но только вы же понимаете, что, если вы способны на все это больше, если у вас есть, эм, вот, такое, эм, ощущение, да, такое ощущение, что вы способны на все это больше, то оно же, это ощущение не может взяться ниоткуда. Если оно есть, значит, у вас есть основание, думать, что вы способны на большее, значит, вам чего-то хочется. Вам хочется чего-то большего. Если вам хочется, именно хочется чего-то большего, что, ну, наверное, наверное, ну, не разобраться, чего именно вам хочется-то, собственно говоря. Ну, ну, может быть, может быть, вы могли бы разобраться в том, что для вас вообще ценно. да, вот, и, тогда уже было бы гораздо проще. Так, вы видите, так уж получается, что вы вроде бы, что на большее способны чувствуете, да, а на что именно на большее, непонятно. То есть здесь речь идёт именно о ценностях, о ваших именно ценностях речь идёт здесь, о том, что для вас важно, о том, что для вас цен, о том, что вот, ну даёт отклик вам, или что вызывает отклик у вас эмоциональный, на что вы откликаетесь. Вот, сильнее всего, например. Ну вот, от этого, от этого я переследую. Дальше. Дальше. Следующий момент. Так, да, я способен, но ничего меня не зажигает. Вообще, надо бы разобраться с тем, вот, ну для начала, надо бы разобраться с тем, откуда у вас есть информация о том, что вы способны на большее. Что это представляет из себя, эм, эм, вот это, эм, может быть, э-э, э-э, может быть, это чувство, что, я способен на большее. что из себя это чувство представляет. Вообще. Вот. Ну, кто знает, может быть, если вы для себя с этим разберетесь, да? Вот. Может быть, ситуация будет гораздо лучше вам по нему понимать. Вот. Ну, и имейте, имейте, пожалуйста, в виду, что вот конфликт ваш, который может быть как раз связан с религией, да, с верой. Вот. Он тоже не дает такое вам. Сейчас. Вот. Это противоречие. Это противоречие, которое вот нужно разрешить вам. Вот. Ну, я думаю, я думаю, примерно так можно ответить вам. На вопрос. Который вы задаете. Примерно такой ответ. А-а-а. Можно дать. Вам. Вот. Соответственно. А-а-а. Обращайтесь. А-а-а. Вам. Помощью. А-а-а. Если вам это будет нужно. Вот. Если, ну, будет нужна помощь. Обращайтесь. Я, например, буду рад помочь вам. Вот. Если вам понравился мой ответ. А-а-а. Буду благодарен. За его оценку. А-а-а. В качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом и вы сможете найти себя. Всё. С ним